Анастасия Алексеева И хочу, чтобы мои дети жили здесь и процветали Поэтому Чебоксары должны быть не просто городом, а комфортным городом И сделать его таковым можем мы с вами С этих слов мы начали наш цикл программ «Комфортный город» Прошел год, мы изучили город с разных сторон И сегодня собрались за этим столом, чтобы подвести некий итог Нам в этом помогут наши гости Это Олег Георгиевич Белов, директор муниципального бюджетного учреждения Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Владимирович Миронов, член общественного совета при главе города Чебоксары Это Алексей Алексеевич Судлинков, член общественной палаты Чувашской республики Валерий Михайлович Антонов, депутат и председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Чебоксарского городского собрания депутатов И Этнер Егоров, руководитель Центра информационных технологий и общества Здравствуйте, друзья! Добрый! Добрый! Чтобы определить, являются ли Чебоксары комфортным городом Мы вышли на улицы и спросили у людей По каким критериям они бы определили город как удобный для них и как комфортный Вот какие критерии они назвали Красивый, чистый, уютный Ну, поскольку у меня дети и не один Для меня, конечно, чтобы детские площадки были оборудованы Парковые территории Допустим, Лакреевский тот же самый заброшенный Его же можно реконструировать как-то Ну, зеленые насаждения Дворовые территории, чтобы были не заставлены машинами Чтобы люди были хорошие Именно хорошие, человечные, я не знаю, сердечные Где народ живет А души с радостью живет Где народ? И довольный своей жизнью И довольный властями Удобно проводить свободное время В гостроенной улице Зелени много Ну, какие-то яркие вывески С хорошими пожеланиями для людей Ну, чистота и транспорт Удобная логистика Вот, для перемещения по городу Так, чистый город Дружелюбные жители И мой первый вопрос вам Как вы, как горожане, как жители города Чебоксары Чувствуете ли вы себя в нем комфортно? Я чувствую себя комфортно Я живу в очень хорошем районе Правда, у нас дома были построены только сразу после войны Это район В народе называется комбинат Дом мой расположен рядом с парком Чудесным парком Победы Я пользуюсь общественным транспортом Может быть, не так часто Но у нас изменились условия Мы стали владельцами машин Но я думаю, что вот те средства передвижения Они довольно-таки эффективны Чебоксар Я бы хотел, чтобы Наверное, для молодежи Очень важно Чтобы как-то Сейчас же молодые ребята Но не все Вот если посмотреть На хорошие спортивные сооружения У нас их тоже много Но народу там часто бывает Не очень много Наверное, было бы хорошо Чтобы у нас были Локальные какие-то спортивные площадки Баскетбольные Волейбольные Чтобы их было как можно больше И чтобы там Как в свое время В наше время играли Не только дети, но и взрослые Чебоксары Очень уютный и комфортный город Я сегодня утром еду на работу Правда, в 7.15 еду на работу Чисто, убрано Потом бордюры уже чистят Ну вот эти Снег уже вывозят Но единственное, что я думаю Вот в этом году Очень хорошо сделали Вот эти вот развороты Уширение перекрестка сделали Вроде бы небольшие телодвижения Небольшие затраты Разворот А сколько облегчений В смысле комфорта на машинах Некоторый дискомфорт есть С точки зрения Отсутствия дорог Именно выезжающих из города Их мало Особенно в выходные Когда население ездит в деревня У нас сколько? Ну Ядринское шоссе Потом Бурнарское шоссе Ну в сторону Новочебоксарска И они загружены Я чувствую комфортным городом Я бывал тоже в многих городах Занимался когда-то спортом Бывал по всей России объезжал Я всегда говорил У нас самый чистый И уютный город Специально скажу Я чувствую себя некомфортно В этом городе Для того чтобы Немножко разбавить Наше общее мнение А то что-то все хорошо получается Хотелось бы с позиции Исторического ракурса взглянуть Если на сто лет назад Отмотать Историю нашего города В нашем городе Проживало пять тысяч населения Сегодня Доходим до планки Пятьсот тысяч Но надеюсь мы эту планку Перейдем И вот здесь встает вопрос Что делать молодым Особенно в вечернее и ночное время Если развивая мысль Хотелось бы в городе Видеть больше места активности Не только для спортивных мероприятий Но для какой-то умственной Научной И более практичной деятельности А то получается такая ситуация Когда действительно город Очень многое сегодня делает И в 2015 году Зайдет внутри дворов, парков Будет все освещены Отремонтированы дороги Заново А люди Мы потребители Начнем Ощущать себя как потребители Или ведем уже как потребители Вот это потребительское отношение К К своему же хозяйству Нужно как-то Его изменить Внутри себя И этот вопрос касается Не администрации Не чиновников А в первую очередь нас Ну вот касаемо Значит Детских площадок То что вы говорите Значит В последний год То есть в этот уходящий год 2014 Мы сделали 65 Детских площадок Значит Касаемо Спортивных площадок Да То есть Ставится задача На следующий год В каждом дворе Оснастить все-таки Как минимум турником А лучше конечно Каким-то комплексом Спортивных тренажеров Чтобы любой горожанин Мог значит Поддержать свою спортивную форму Что касается Вот Валерий Михайлович сказал Расширение перекрестков Дворов Да В этом году сделано Очень много Может быть Как никогда много За последнее время Столько не делалось С бюджетов всех уровней Это республиканский И городской бюджет Выделено Порядка 950 миллионов рублей На дороге В этом году нам удалось Ну вот сейчас мы завершаем Реконструкцию Ивана Яковлева С расширением ее до 6 полос И устройством Подземного пешеходного перехода Выполнен ремонт Композиторов Воробьевых Реконструкция композиторов Воробьевых С расширением ее до 5 полос движения Да То есть вы может быть Все заметили Что в этом направлении Стало проще двигаться Транспорт там Перестал скапливаться Значит Выполнена реконструкция Улица Престанционная С расширением ее Железнодорожного переезда Что тоже влияет Как Валерий Михайлович сказал Тяжело выезжать из города Как раз это направление И это уширение позволило нам Разгрузить это направление Ну и вот Как вы сказали Пять перекрестков Которые мы выполнили в этом году Значит Что позволило тоже разгрузить Уличнодорожную сеть Ведь Специалисты утверждают Что Уширение одной полосы движения Позволяет увеличить Пропускную способность На 800 машин в час Да Вот у нас есть участки дорог Например въезд в город Восточный пост ГИБДД Это бывший восточный пост ГИБДД Да Со стороны Маучи-Ваксарска Где интенсивность движения В час пик достигает 50 тысяч машин в сутки То есть это колоссальное Количество транспорта Въезжающий и выезжающий из города И это Тяжело этот транспорт Пропустить через такую Ну скажем Широкую дорогу Да И одним из решений Этого вопроса Вот Является внедрение Автоматизированной системы Управления дорожным движением Которую просто Хочу доложить Мы в этом году Собираемся внедрить Первый ее этап На 18 перекрестках города То есть по-другому В утренние часы Когда потом Условно говоря Да Это позволит В зависимости Так называемый Транспортно-зависимое управление То есть будут стать Детекторы транспорта На уличной дорожной сети Которые считывают информацию Ну С движущего транспорта Да Какое количество Транспорта проезжает Измеряют интенсивность движения Подают сигналы На уже В центр управления Который позволяет Менять Режимы работы светофоров То есть например В утренние часы В какую-то сторону Увеличивать пропускную способность Вечерние часы Например в обратную сторону А действительно ли Расширение дорог Способствует их разгрузке Настолько Насколько это нужно Ведь все-таки Количество автомобилей Которое сегодня Приобретают жители города Оно все равно Превышает Темпы строительства Расширения дорог Есть такой проект Городский проект Он называется Илья Варламов Максим Кац Они посмотрели Что Действительно Уширение дороги Просто увеличит Поток автомобилей Именно по этой дороге И по большому счету Пробку Она Не Не разрешит Да Проблемы с пробками Они предлагают Стимулирование Развития Общественного транспорта То есть В общественном транспорте Помещается намного Больше народу И они занимают При этом Меньше площадь Чем Тот же Количество народу Которое Где каждый Едет в своем Автомобиле Вот Как думаете Чебоксарам Поможет это Если мы хотим Чтобы наш город Был комфортный И уютный Всегда Разного рода Мотивации придумать В том числе И конечно Вопрос Пересаживания людей На Общественный транспорт Более большой Я вот вообще Сторонник троллейбусов У нас замечательные Троллейбусы Замечательное Троллейбусное управление И троллейбус Как транспорт Общественный Мне кажется Пока лучше Никто не придумал И с точки зрения экологии Емкости Потокочности Ну все там Я что хочу сказать По большому счету Мотивировать обязательно надо Вот такой пример Допустим Человек Приходит на работу В 8 утра В 5 часов Его машина стоит В 8 часов стоит В 5 часов вечера Он обратно уезжает Вот В принципе Этот человек Может приехать на транспорте На общественном транспорте Да Вот если мы придумаем Какой механизм Допустим Я так грубо говорю Вот Хочешь ты на машине Приехать на работу Вот за эту площадку Плати Он день поплатит Второй Неделю Месяц А потом думает Зачем я здесь буду платить Я сяду лучше на троллейбус А вот машина Должна использоваться Либо это необходимость Как рабочий инструмент В течение работы Либо на какие-то Дальние поездки Что-то там привезти Увезти Я тоже за общественный транспорт За общественный транспорт Особенно за троллейбусы Потому что Это все-таки Экологически чистый транспорт И чтобы мы оставались Все-таки благоустроенным городом Надо и с экологией Дружить Дружить Да Правильно Валерий Михайлович сказал Дружить с экологией И думать об этом И вот те вопросы Которые у вас значили Сложности Да проблемы Они может быть пока Нас ближайшие три года Не касаются так остро Например Как такие крупные города Москва Санкт-Петербург Казань Но нам сейчас надо думать О тех годах Через три года Через пять лет Когда эти вопросы встанут И нужно быть готовым сейчас Касаемо транспорта Что у нас он растет На одном из совещаний С участием ГИБДД На котором я присутствовал Их руководители Озвучили такую статистику Что каждый год У нас официально Количество транспорта Зарегистрировано Прирастает Восьмью тысячами автомобилей Я не знаю Сколько это в процентах На сегодняшний момент По-моему Сто десять тысяч зарегистрировано Обеспеченность автомобилями В Чебоксарах Одна из самых низких Еще по России Да Ну хотелось бы Еще добавить Развить идею О том Что наш город Сегодня динамично развивается И если мы ездим На автомобилях У нас достаточно Небольшое количество Точек Куда мы едем Это отвозим детей Магазин Работа Все на самом деле Интересно Когда новые районы Микрорайоны появляются Они Порождают новые связи То есть Когда волжские три Волжские два Молодые родители заезжают И у них появляется Необходимость Отвозить своих детей В какой-нибудь другой Совершенный район И вот тут мы порождаем Какое-то Взаимосвязь Искусственное Движение Трафик Через Буквально через Три-четыре года Городская администрация Меня здесь поправит И больше тем разовьет Микрорайоны Получат большое Активное развитие Когда будут построены И новые школы Вот на Гладково Да А будут Там на Фучков Ведется Это микрорайон Полностью Радужный Комплексные застройки Комплексные застройки И тогда вот Появится какая-то Экология своего района Которая замкнет на себе Многие потребности И Ну Сократит Отпадает лишнее движение Совершенно верно Город Это не только автомобилисты Это и пешеходы Наверное В первую очередь Да И о том Как Облик города Влияет На наших жителей Не знаю Красивые постройки И тому подобное Вот Вы как считаете Тоже как жителей Да Спрашиваю Благоприятно Вам нравится Смотреть на город Когда вы идете По улице Там я не знаю Зеленый Красивый Красивые ли цвета В нем присутствуют И так далее И так далее Что можете сказать Не знаю Из присутствующих Никого не было Мы Выездная комиссия У нас была Депутатов по городскому хозяйству И мы Проверили Вот эти ремонты Фасадов По улице Ленина Вот как мы С вокзала Идем Ну в основном Гости Мы как бы Которые постоянно живем Мы не замечаем В каком виде Наши фасады Которые на Первых линиях На первых улицах Да И на самом деле Я тоже не обращал На это внимание Хотя реально Они ужасные Вот те люди Которые Мы живя здесь Мы не замечаем Мы как бы Как там Глаза затуманены Говорят у нас Да А вот Гой же он приходит И смотрит Ему все интересно Вот с этой точки зрения Мне кажется Что наш город зеленый Много-много хорошего И вот То что Третий год И кстати В бюджете этого года Мы тоже заложили Финансы На продолжение Этой программы Если вот Выйдите отсюда Можно специально Поехать посмотреть Что сделали Значит Балконы Которые были ужасные И торчали Там может быть Арматура торчала Все Их Металлическую часть убрали Потом бетон залили Пластиком все одели Окна двери сделали И Замечательно получилось Но единственное На самом деле Правильное замечание сделали У нас Ну Может быть это грубо сказано Там в один фасад Как в армии Да Единообразно у нас получилось А теоретически Можно Каждый фасад Каждый балкон Может там Радужные цвета Какие-то Авангард Не знаю Какие-то картинки Вот в этом смысле Мы решили И поручили поработать Самое главное Мне кажется Ведь город Это люди Как людей Так с этой Так с другой стороны Отношение будет Вот Правильное согласие Атнером Он сказал же Да Потребительское Вот это страшно Когда мы Вот У меня был один раз Такой случай Например Спортивная площадка У меня в округе Один говорит А что вы Вот Ну он начал Болтаться А что вы Его не ремонтируете А ведь По-моему Он живет В этом доме Я бы взял Вытащил ключ Затянул его И нет проблем А вот сидит И когда вот придет Управляющая компания И мне его сделает Мне посчастливилось В комплексе Где продают Те же автомобили И вот по дороге Выправленных Не ремонтируется Это связано И на следующий год Это мы сейчас Парки И какие-то Выходят И это все Наверное Говорят Все Скажем В общественном транспорте Благоприятное Хорошее настроение У горожан Тогда и Не знаю Там горожан Хочется И похвалить Где-то И нас Вот И высказать Какие-то Может быть Моменты У нас очень Активное общество Я каждый день Получаю Не знаю Десятки писем Десятки писем Обращений От горожан Которые Неравнодушны К своему городу Которые Не только Требуют Или там Какое-то потребительское Отношение Высказывают Но и предложения делают У меня есть Один Посетитель Который ко мне Уже несколько раз Приходил Который говорит Вот я предлагаю Построить вот такой-то мост Значит там У него идея Естественно мы его слушаем Но принять эту идею Можем только как идею Потому что Это же не проект На институт Это не проект Мы не можем Просто взять И на основании его эскизов Построить Но мы прислушиваемся Мы смотрим Да Есть люди которые Высказывают мнение Мы здесь хотим Вот это сделать Здесь хотим то сделать Мы тоже пытаемся Учесть все эти пожелания Этих людей Поэтому Администрация города Она открыта К диалогу открыта Пожалуйста Любое обращение Мы отвечаем на все обращения Писем да Поэтому любой горожанин Может высказать любую Свою идею И получит на нее ответ Я думаю что у нас Формируется гражданское общество Формируется Формируются эти отношения И что И то что вот мы сегодня Обсуждаем эту тему Это уже очень большой позитив Я думаю что У нас мы Все Понимаем Что нам хочется жить В очень красивом городе И власть А кто такое власть Власть это те же горожане Мы все делаем одно дело Власти хочется быть Горожанам Которые работают во власти Чтобы было здесь красиво А нам хочется красиво У нас обязательно все получится Город Это единый организм И его здоровье Зависит от каждого из нас От жителей И несмотря на то Что программа заключительная Я не хочу ее заканчивать Словами прощания Я закончу ее как обычно До новых встреч В любимом и комфортном городе Спасибо Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова